В Крыму вступили в силу изменения правил выдачи земельных участков бойцам специальной военной операции на Украине. Теперь получить бесплатный надел у моря могут не только крымчане, но и все участники СВО, заключившие контракт с Минобороны России на территории полуострова. Напомню, специальный закон о наделении ветеранов СВО бесплатной землей вблизи моря республика приняла в декабре 2022 года. В регионе решили, что участки на правах собственности будут достойны благодарностью защитникам Родины. Но первоначально это касалось только крымчан, постоянно проживающих на территории Крыма по состоянию на 24 февраля 2022 года. Теперь правила изменились. Дополняется отдельная льготная категория граждан, которые имеют право на получение бесплатного участка в собственность. Это граждане, заключающие контракт с Минобороны, либо в пунктах отбора на военную службу, либо в военкомате. Это лица, заключающие контракт после 5 сентября, независимо от их проживания и регистрации, могут претендовать на получение бесплатного земельного участка в Крыму в собственность. В остальном все остается без изменений. Республика берет на себя обязательство обеспечить все новые земельные массивы инженерными коммуникациями, проложить к ним дороги, подвести электричество, газ, воду и канализацию. Важно, что все земли выделяются неподалеку от существующих населенных пунктов, поэтому с подводом коммуникации проблем не будет, обещают в правительстве региона. Первые участники СВО, подавшие документы на получение земли, смогли получить свои участки уже спустя 4 месяца. Например, сейчас срок ожидания может быть несколько больше, уточнил Анатолий Заиченко. Формирование очереди и формирование земельных массивов для очередников идет параллельно и непрерывно. Уже получили на дело у Муря 2500 участников СВО. Участки выделяют в Сакском, Черноморском и Ленинском районах полуострова. План приема по контракту военный комиссариат выполняет. Я уверен, что земли у нас хватит на всех, заверил военный комиссар Республики Крым, полковник Евгений Машуков. Желающих достаточно, сказал он.